На встречу 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ненецкий округ готовится отпраздновать главное мероприятие года. Сегодня в администрации региона прошло заседание Организационного комитета. В него ходят представители окружной власти, правоохранительных органов, сотрудники сферы культуры и департамента образования. О том, как будет проходить День Победы, узнала наша съемочная группа. На сегодняшний день во всех пунктах региона определен перечень мероприятий, посвященных 73-й годовщине. Жители округа примут участие во всероссийских акциях. Это «Георгиевская ленточка», «Почетный караул», «Бессмертный полк» и «Солдатская каша». Также пройдут межмуниципальные акции «Звезда памяти», «Солдатский треугольник», «Дом со звездой», «Победная гвоздика». В рамках деятельности учреждений культуры округа планируется проведение 98 различных мероприятий. Это торжественные митинги, праздничные концерты, вечерочествования, выставки и конкурсы. Сфера образования тоже не останется в стороне. На базе школ пройдут тематические классные часы. А спортивные школы встретят великий праздник первенствами и соревнованиями. Конечно же, самое главное и масштабное мероприятие пройдет 9 мая на площади Марацей. По предварительным данным, там примут участие более 5000 человек. С 11.00 до 11.05 у нас театрализованный пролог. С 11.00 до 15.00 трансляция праздника в прямом эфире на телеканале «Север». В 11.05 на сцену поднимаются выступающие на митинге. Звучит фонограмма торжественных фанфар. В 11.06 военнослужащие воинской части 12.403, сотрудники ОМВД Российской Федерации по НАО и Главного управления МЧС по НАО, кадеты парадным строем выходят по площади и становятся пересценой. После торжественной части с 12.00 до 15.00 на площади Марацей пройдут народные гуляния. Ну а дальше праздничную эстафету примет акция «Бессмертный полк». Кстати, в этом году организаторы изменили время и маршрут следования «Бессмертного полка». Колонна начнет формироваться 9 мая в 14.00 в районе морского порта, возле памятника портовикам, который установлен в сквере между улицами Хатанзейского и Сопрыгина. Также на «Бессмертном полку» при формировании «Бессмертного полка» будем организовать музыкальное сопровождение, чтобы сделать из этого по-настоящему праздник, чтобы люди не стояли просто 40-50 минут и ждали, а чтобы сопровождали песни времен Великой Отечественной войны, раздавали георгиевские ленточки, было полное ощущение праздника. Дальше, если все пройдет так, как надо, по данному маршруту, по данным временным рамкам, то это будет хорошо. Потому что в прошлом году люди именно что высказывали негативное отношение к тому, что их выстраивают, главный негатив был именно в этом заключался. То есть они именно просили отдельное мероприятие «Бессмертного полка». В 15.00 «Бессмертный полк» начнет движение по улице Вучейского в сторону площади Марацеи, где на Алии Славы пройдет возложение цветов к обелиску Победы. Илья Сахаров, Любовь Пимякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».